Катя Деденко, один из 7 миллионов подписчиков, угрожает, что скоро выпустит книгу. Надеюсь, это будет книга не про лекарства, так как Катя в этом не разбирается. Пусть лучше напишет автобиографию или выпустит художественную литературу. Ещё Катя внезапно выпустила свой платный гайд по витаминам. Говорит, что не спала ночами, так писала гайд. И это при условии, что в последнее время Катя в основном отдыхала. Но оказывается, нет, писала гайд. Просто мы не видели. Я не знаю, почему Деденко и прочие мракобесы лезут в тему витаминов. Я помню ещё из биохимии, что витамина это была одна из самых сложных тем. А тут уже у каждого инсталекаря есть свой гайд именно по витаминам. Видимо, это очень модная тема и она хорошо продаётся. Ещё Екатерину Деденко покажут по телевидению. ТВЦ взяли комментарий у Екатерины, опять же, по витаминам. Ощущение, что ТВЦ хочет конкурировать с РЕН-ТВ за право показывать странную информацию. А вы купите гайд по витаминам у Деденко? И как вы думаете, будет называться книга Екатерины? Всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня, по идее, лёгкий выпуск новостей. Обсудим, что интересное произошло на неделе. Ничего интересного не произошло. Обязательно подписывайтесь на канал. На ютуб-шоу Максима Галпкина Музыкалити тиктокерша Валя Карнавал повздорила с Ларисой Долиной. Мы знаем, что Валя поёт, но оказалось, что она вообще не умеет петь. И это ей не мешает выпускать песни, сворованные у западных исполнителей. Долина же считает, что если ты не умеешь петь, то пой дома для себя или учись это делать правильно. Валя говорит, что это нечестно. Она не умеет петь, но любит это делать. Поэтому Валя будет петь. Возможно, Долина на шоу и вела себя грубо, но как ещё вести себя с людьми, не умеющими делать свою работу? Карнавал тоже вела себя довольно пафосно, ещё и петь не умеет. И самое странное, что, читая комментарии под выпуском, оказалось, что многие дети заступаются за Валю, говоря, что Долина уже в прошлом, и нужно дать дорогу молодым певцам, не умеющим петь. У Вали треки с очень сильным автотюном, её единственный хит сворован с запада. Но оказалось, что Валю нельзя критиковать, потому что у неё 14 миллионов подписчиков. Думаю, что какой бы творческой ни была профессия, в ней есть свои законы и правила. Никто не запрещает петь, но нужно делать это правильно. А я вам задам странный вопрос, но сегодня мы докатились уже до такого. Как вы думаете, должны ли певцы уметь петь? Редакция издания «Ветеранские вести» усмотрела в песне «Манижи. Русская женщина. Признаки экстремизма». По мнению издания, сценический номер «Манижи» оскорбляет достоинства русской женщины. Теперь Следственный комитет должен проверить песню «Манижи». Международная организация «Союз православных женщин» разделяет позицию издания «Ветеранские вести». В организации уверены, что клип «Манижи» противоречит конституционной норме, потому что в нём русская женщина представлена в искажённом образе. Негативные отзывы на творчество певицы высказали также депутаты Государственной Думы. По мнению Милонова, исполнительница не имеет ничего общего с русской культурой. А Жириновский заявил, что не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России. Александр Шерин и вовсе считает, что песня пропагандирует однополые отношения. Всё это похоже на какую-то странную рекламную кампанию трека «Манижи». Рекламная кампания под названием «Бей своих, чтоб чужие боялись». Сначала «Манижу» булили в комментариях, сейчас стали булить уже на государственном уровне. А вы знаете такую организацию, как «Союз православных женщин»? А «Ветеранские вести» читаете? Пока все булят «Манижу», Моргенштерн завёл себе аккаунт в ТикТок. На пустой профиль подписалось более 200 тысяч человек. Сейчас подписчиков уже больше миллиона. Во время получения награды «Прорыв года» от музыкальной премии «Жара Музик Эвердс», Алишер объявил, что запускает свой первый ТикТок челлендж. Для участия нужно снять самый тупой танец. Набрав 1 миллион подписчиков в ТикТоке, Моргенштерн удалил свой аккаунт. А ведущие «Жара Музик Эвердс» Ксения Собчак и Филипп Киркоров как могли старались провоцировать на премии скандал. Сначала они объявили Полину Гагарину как вокально одарённого, альтернативного мужскому полу человека. Затем поставили Артуру Пирожкову диагноз раздвоения личности. Но всё равно все обсуждают только Бузову. На сцене Ксения Собчак поинтересовалась, зачем Филипп общается с Давидом Манукяном, бывшим Ольгой Бузовой. На предложение Собчак поставить Киркорову ультиматум Бузова ответила намёком на измену со стороны Давы. «Ну расстались, ты тоже не без греха. Ты тоже с другим». Обратился Киркоров к Бузовой и сообщил, что у него с Давой всё исключительно по любви. В итоге Бузова отписалась от Киркорова в Инстаграме. Вот так захочешь посмотреть музыкальную премию, а попадаешь на Дом-2. Ещё на церемонии Жара Мьюзик Эвертс было много тиктокеров. Вы смотрели эту церемонию? А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Жене Че, Кенжи, Ульяне и Алисе Никитиной за донаты и помощь с развитием канала. Также хочу поблагодарить всех спонсоров. Кинопрокат постепенно оживает. На днях состоялась премьера мультфильма «Стопроцентный волк», получившего известность благодаря инстасамке. Самка должна была озвучить одну из героинь мультфильма. Озвучка даже была записана летом, но в феврале кинокомпания удалила голос самки из мультфильма. Такое решение было принято после публичного унижения визажистов с самкой. И при условии, что инстасамка уже несколько лет делает только трэш, странно, что в озвучку мультфильма летом её вообще взяли. А убрать пришлось только после слишком громкого скандала. На премьере мультфильма присутствовала Ольга Бузова, которая также принимала участие в озвучивании. На закрытый показ как-то проникла даже Елена Блиновская. Странно, что Блиновская в мультфильме никого не озвучила. Видимо, просто в мультфильме не было роли феи. Ирена Пнарошку, 2,5 миллионов подписчиков. Зволновала аудиторию новостью, что посадила на диету своего 10-летнего сына. По словам телеведущей, у ребёнка есть наследственная склонность к полноте. И на диете он уже скинул 3 килограмма за 2 месяца. Ирена гордо заявила, что Серафим в 2 раза уменьшил порции, обходит стороной мучное и сладкое, и 6-7 раз в неделю занимается спортом. Также Ирена вела систему поощрений и наказаний. За каждый сброшенный килограмм ребёнок получает подарок, а за каждый набранный лишается всех гаджетов. Ирена уверяет, что всё происходящее контролируется психологом и диетологом. А в комментариях люди пишут, что такой челлендж может легко привести к расстройству пищевого поведения. А как вам такая система поощрений и наказаний? Нормально ли наказывать ребёнка за набранный килограмм? Михаил Грибов, 240 тысяч подписчиков, открыл набор на свой курс «Начало 4.0» и продолжает спаивать подростков. По словам Грибова, в этот запуск было вложено 3 миллиона рублей, а ценность курса в 18 раз выше его стоимости. Ведь, как мы знаем, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Для желающих приобрести курс была организована онлайн-трансляция в региональных штабах блогера. Правда, аншлаг для настолько долгожданного мероприятия выглядел скромно. А чтобы поднять продажи, Михаил решил устроить вечеринку для участников курса. Основным аргументом к покупке курса снова был алкоголь. Видимо, на трезвую голову курсы блогеров уже даже дети не покупают. А это три лучших комментария из прошлых выпусков. Морская звезда не может жить без воды, давайте посмотрим, как она не может. А блогер не может жить без аккаунта, давайте теперь тоже посмотрим. Фитнес-тур Сабины можно описать украинской пословицей. Сам пью, сам гуляю, сам стелюсь, сам ложусь. Отличный сервис словом. Давайте поможем Даше найти, чем занимается Джиган. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала, а лучшие попадут в следующий выпуск новостей. Виктория Боня, 7,9 миллионов подписчиков. Продолжает распространять теории заговора, но я надеюсь, что это все же комментаут. На этот раз Боня отметилась под новостью о смерти принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Виктория пишет, что на самом деле он умер еще в прошлом году. Если вы помните, то год назад бушевали очень странные теории заговора. На этом даже поднялся инстаграм-аккаунт pitchblossombadzzy. И вот прошел год. Питч Блоссом пишет, что есть какой-то мировой трибунал белых шляп, который казнили уже и королевскую семью, и Мадонну, и Леди Гагу. А на их место поставили двойников. Зачем, только непонятно, но да ладно. И видимо Боня в это верит и транслирует в массы. Главное, чтобы в результате мировой трибунал белых шляп не добрался до самой Бонни. А то посмотрят, чем она в Доме-2 занималась, и пойдет Боня следом за Мадонной. Еще очень похожий на Боннин комментарий оставила также Алена Водонаева. Я тоже хотел бы верить, что это комментаут, но Водонаева в этой передаче уже участвовала. Что можно посмотреть на ютубе? У Полины Парс вышло видео с итогами суда. Матвей Северянин подал в суд на Полину за обзор на его книгу по тиктоку. Суд Матвей проиграл, ссылка на ролик будет в описании. У Митрошиной прошел Инстапрожектор. Что это до конца не понятно, опять что-то про обучение Инстаграму. Забавно, что Митрошина продает сразу два продукта по Инстаграму, Инсталогия и Инстапрожектор. Думаю, что информация там одна и та же, но если такое покупают, видимо это нужно продавать. За минуту до старта Инстапрожектора на их сервере началась Дидос Атака. По уверению Митрошиной, 500 тысяч ботов ломали их систему. И это продолжалось до самого конца мероприятия. Как странно, 500 тысяч ботов ломают систему. Учитывая, что у Митрошины охваты сториз именно 500 тысяч, думаю, что это ее подписчики с гива Инстасамки и с рекламы у тиктокеров пришли посмотреть. Просто непонятно, кому нужно было атаковать это мероприятие. Тем более, такая сильная и длительная атака очень дорого стоит. Учитывая, что Рейры со своим парнем также были на мероприятии, вообще непонятно, кто мог Дидосить Митрошину. Возможно, просто сервер трансляции криво настроили или заказали самый дешевый. Поэтому и стало все ломаться. А может, ответственный за эту трансляцию человек учился на курсах из Инстаграма. Тем не менее, как бы техника не сопротивлялась трансляции этого шабаша, конференция прошла. Продюсерка Нелли Армани вместо заявленной темы выступления просто пела песни и материлась. Митрошина назвала это исполнением мечты Нелли, и что вот сейчас Нелли настоящая. Только вот непонятно, почему за исполнение мечты Нелли должны платить обычные люди. Продюсерка отвечает на недовольство, что люди сами виноваты, если Нелли не соответствует их ожиданиям. А я думаю, что это не несоответствие ожиданиям, а некачественно оказанная услуга. В программе мероприятия была заявлена презентация на тему, как ставить и приходить к любой финансовой цели через запуски и самопродюсирование. А нам в итоге просто выли со сцены. Подписчики Митрошиной, как всегда, в восторге. Говорят, что им показали телевизионный уровень картинки. Подписчики говорят вау, что все стало как в телевизоре. Такое себе вау. А вы смотрели инстапрожектор? Понравилось вам? Обязательно подписывайтесь на канал. Посмотрите также вот эти видео. Всем пока.